Айу, с вами Трэнди, сегодня у нас обзор на очень интересный геймпад от геймсир, а именно на геймсир т4 мини. Во первых хочу отметить, что несмотря на мягко говоря не самый лестный отзыв об их решении для подключения клава мыши к нинтендо свитч, геймсир продолжили со мной работать и вот прислали еще один геймпад на обзор. Как вы понимаете я делаю только честные обзоры, а если производитель готов работать даже если я буду честно говорить о минусах, это уже как минимум заслуживает уважения. Собственно говоря, сегодня я постараюсь максимально объективно рассказать о темине, расскажу о плюсах и о минусах, которые тут ощутимы. Но геймпад при этом на мой взгляд крутой, ситуация крайне неоднозначная, но я постараюсь объяснить. Перед началом важно лайк, подписка на канал и хотя бы на одну запасную социальную сеть, ссылки в описании. Ну и к делу. В самом начале скажу, что цена без скидок на геймпад, геймсир т4 мини примерно плюс минус две с половиной тысячи рублей. По скидкам и купонам я думаю вообще за пачку ириса можно взять. Теперь зная эту информацию, приятного вам просмотра, но пожалуйста прежде чем принимать какие то решения досмотрите до конца. Начнем пожалуй с распаковки, потому что вот что что, а качественно упаковывать геймсиру умеют. Коробка компактная, на мой взгляд красивая, но более того еще и качественная. Не самый дешманский картон. Как всегда есть удобные ярлычки для открытия, которые не оставляют следов на коробке. Внутри еще одна коробка не менее качественная, а там уже провод USB тип С. Но вот что удивило, какой то он простенький, обычно геймсиры их тоже делают крутыми. Тут он длинный, но обычный, хлипенький. Возвращаясь к коробке, в ней у нас геймпад, упакованный опять же в качественную пленку, ну или не пленку, не знаю как это называется. Какой то шильдик и инструкция, и тут шок. Есть раздел полностью на русском языке, это сильно облегчает жизнь. Теперь сам геймпад, ну вы посмотрите, выглядит он на мой вкус шикарно. Есть такой же полупрозрачный вариант, но черный. Я взял белый, потому что подумал, что так внутренности будет лучше видно. Но как мне кажется, черный наверное посолиднее смотрится, тут на вкус и цвет. Давайте я вам просто прокручу его в руках, чтобы вы оценили внешку. Материал у геймпада до уровня хори вайрлс хори пад не дотягивает, но тоже потянет. Получше чем у про версии, на ощупь чутка приятнее. По весу по идее, казалось бы, должен быть супер легким, но не тут то было, это относительно увесистая штука. Далеко не геймпад от иксбокса, но от такого размера не ожидаешь такого веса в руках. Вот я вам скажу 156 грамм, но вам это ничего не даст. С ощущениями разобрались, давайте о том, что умеет эта малышка, в данном случае даже в прямом смысле этого слова. И тут просто комбо вомбо, блютус 5.0, подключение к андроид и кайос, нативная работа с apple аркейд, проводная работа с пк, если на пк есть блютус, то и беспроводная работа, батареи хватает на 10 часов работы, а это при обычном использовании дофига, часто заряжать не придется. Ну и самое главное, нативная работа с нинтендо свитч, что я под этим подразумеваю, 6 осевой гироскоп, вибрация, автоматический режим сна, ну и киллер фича, он включает нинтендо свитч с кнопки на геймпаде. Что? Серьезно? Как? Неужели они как-то сломали систему или же получили официальную лицензию? Это для меня загадка, но это пушка. Он выключается сам при выключении консоли и включает консоль прям как официальные геймпады, это топ. Раньше в геймсир т4 про такого не было, может быть в новых версиях добавили, не знаю. А, ну и чуть не забыл, кнопки правильно подписаны, а это а, б это б и так далее. Ну а про всякие кнопки турбо с макросами и изменения подсветки и уровня вибраций я вообще говорить не буду, тут все это есть. Это все конечно круто, но абсолютно бесполезно если геймпад говно. Давайте же выясним как он в плане работает. Первое, это кнопки, ну тут 10 из 10. Ход мягкий, расположены они удобны, я бы не делал на этом акцент, если бы геймпад был обычной формы. Тут просто хват чутка другой, держать удобно, руки не устают, но из-за этих изменений могли накосячить с расположением кнопок, но нет, тут все отлично. Единственные стики щелкают супер сильно, на фоне абсолютно бесшумных кнопок это вдвойне тупо, сейчас чутка асмр. Чтобы вы понимали, я отключил все шумоподавления и клацал рядом с микрофоном вплотную. Но все мы знаем слабое место дешевых геймпадов, крестовина. Никто не может сделать ее нормально. Но нет, геймсир и тут переплюнули сами себя, я ответственно заявляю, что это одна из лучших крестовин, которыми я пользовался. Ни одного ложного нажатия куда бы я ни тыкал. Вот хори славятся своими крутыми крестовинами, если они конечно изначально не будут бракованными. Так вот тут даже лучше. Чисто на мой взгляд. Любите ли проходить платформеры на крестовинах, присмотритесь к этому варианту, я сколько не пробовал, ложных нажатий ровно ноль. Ну и собственно подводя итог первой половины ролика, этот геймпад универсален, максимально нашпигован, супер компактен, с офигенными кнопками и крестовиной, и еще я не отметил сборку, она тоже на высшем уровне. Также тут нативная поддержка всего и вся, что крайне редко встречается, а за такую цену так тем более. Если бы я хотел вам впарить этот геймпад, я бы на этом и закончил, но так как это честный обзор, мы продолжаем и переходим к самому важному в геймпадах, к стикам. Они тут мусор. Это одни из самых мусорных стиков, которые я встречал, хуже только нюкси. Кстати нюкси мне запарили в последнее время писать, возьмите еще что нибудь на обзор. Нет спасибо, мне хлама и без вас дома хватает. Откровенно говорю, стики в геймсир т4 мини помойка. Сейчас показываю наглядно на фоне, мертвые зоны минимальные и внутри и снаружи, внутри чуть похуже, снаружи вообще так в районе погрешности около миллиметра. Но по факту отсутствие мертвых зон их вообще никак не спасает, залипания по осям чудовищные. Круг по диагонали вырисовывать получается с таким трудом, что проще сальто назад с места сделать. Если вы кунг-фу мастер, у вас может и получится это сделать, но у меня особо не получилось. Но самое интересное, что при максимальном отклонении вертеть еще хоть как-то удается, то есть вот бегать у вас более-менее получится выиграть, но целиться правым стиком в онлайн шутерах практически нереально, потому что там нужно микроконтролить. Тебе нужно всегда отклонять стик по диагонали на пару миллиметров, чтобы нормально прицелиться. Тут же это как целиться на стрелочках, вправо, влево, вверх, вниз и все. Я не пошел играть в фортнайт, потому что там мало динамики, чтобы нормально протестировать. Я не пошел в апекс, потому что там слишком много динамики, там я даже с нормальными геймпадами не вывожу на нинтендо свитч. Я пошел в рок компани, там я точно умею играть и очень даже хорошо. Если хотите узнать про игру подробнее, подсказка всплыла, переходите смотрите, на прошлой неделе был видос. Так вот, на Т4 мини я не мог сделать ничего, полный ноль. Подумал, ну может быть я просто играю на маленьком экране и из-за этого мне не очень удобно, вставил в док и пошел бегать на большом экране, но ничего не поменялось. Я все так же ничего не мог показать, тупо не мог понять как целиться, стики ведут себя неадекватно. Ну ладно подумал я, может меня камера за спиной смущает, убрал ее и просто оставил только запись экрана. Результат тот же, полный провал. Я отвожу на пару миллиметров стик, чтобы доприцелиться, а прицел стоит на месте или идет, как я говорил вправо влево вверх вниз. Я иногда говорю, что по тестам видно, что есть проблемки со стиками, но типа в реальных условиях вам это не помешает. Тут вам это ой как помешает. Да, с этими стиками вы можете играть в зельду, в марио и другие игры на прохождение, где не нужен микроконтроль. Но если вы ищете себе геймпад для условного фортнайта, это точно не ваш вариант. Это отличный вариант для телефона, потому что там протоколы связи любые геймпады превращают в мусор. Это неплохой походный вариант для комфортной игры в эксклюзивы нинтендо, да и вообще в игры не требовательные к ему. Да и тем более есть гироскоп, который в случае чего придет на помощь. С учетом размеров, это наверное один из лучших супер компактных геймпадов, но я еще раз повторюсь, стики полный мусор, который точно не подходит для шутеров. Но тут очень важное НО. Недаром я говорил цену в самом начале. Это один из самых дешевых геймпадов, разбирается он супер легко, нужно лишь открутить 7 винтиков. Я разбирать не стал, потому что я та еще криворучка, но заглянув через прозрачный корпус, я увидел обычные полноразмерные стики. А соответственно вы сможете взять этот геймсир, заказать хорошие качественные стики в пределах 200 рублей, да достаточно будет одного правого стика, и просто заменить этот хлам на качественные стики. Только опять же судя по тому, что я увидел через корпус, скорее всего придется паять. Но проделав это вы получите просто ультимативное решение. Компактность, огромный функционал, приятную внешность и нативную поддержку всего и вся. Такого сочетания за плюс минус 2000 рублей по скидкам вы нигде не найдете. Если каким-то чудом обзор геймпада наберет сумасшедшие 1000 лайков, я даже не знаю как звезды так должны сойтись, я закажу стик, отнесу геймпад мастеру и расскажу насколько это выполнимая задача. Сейчас на экране великолепные люди, которые делятся своими играми для нинтендо свитч для моей подписки на бусте, тут даже рекламировать не буду, потому что там и так дофига народу, никто не подписывайтесь пожалуйста в ближайший месяц, а также на экране люди которые поддерживают меня больше чем на 750 рублей в месяц. Отдельная благодарность Олегу Родину, Паборису, Виктору Могилину и Евген Артему, в этом ролике что-то прям решил самых-самых щедрых озвучить. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на ютуб и на запасные социальные сети, сейчас это важно как никогда. А на этом у меня все, всем удачи и пока.